Внимание, автор данного канала является сторонником семейных ценностей, семья это хорошо, это прекрасно, и мой ролик сугубо юмористический, комедийный, и то, что тут встречаются, это всего лишь навсего моя фантазия. Спасибо, я вас предупредил. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы поняли. И мы сейчас поговорим о такой теме, как «Я же мать», «Я же мать», «Я же мать», «Я же мать», «Я же мать». Ну вот, и объясним, что это такое и с чем это едят. Мы все прекрасно знаем, что есть, например, нормальные семьи, есть нормальные семьи. Я сам сторонник семейных ценностей и все дела, но именно я не против семьи, я даже говорю, что семья это хорошо, но именно встречаются и те люди, которые называются «Я же матери». А «Я же мать» называются именно те, которые любят качать свои права, которые любят именно везде встревать в какие-нибудь скандалы, и которые, вполне возможно, даже от скандалов и получают огромное удовольствие. Потому что случается эта ситуация так, случается. Она случается так, что случилось так, что в студенчестве, возможно, не знаю где-нибудь, она залетела, возможно, или и залетела. И потом в результате бывают две квасекации «Я же матери». Бывают те «Я же матери», которые используют мужчины, которые жжают их в качестве как ресурса, ресурса основного материального ресурса, и бывают другие. Это «РСПшки», то бишь «Разведенки с прицепом», которые, естественно, и создают все подобные вот эту вот секту «Я же матери». Вот, эти «Я же матери», естественно, плодят личинусов своих. И когда они плодят своих личинусов, даже не важно, какие условия там будут, хорошие или плохие, именно, не важно. Для них главное, что «Родил ребёнка! О, это чудо!» И, в результате, и при чём, что интересно, о воспитании ребёнка они забывают, или, не забывают, а используют какие-то сверхкакие-то непонятные методики, используют. Какие-то непонятные методики используют. Какие-то, это, кстати, прирастает в культ детей. Ну, а про культ детей я тоже снимал отдельный ролик, который вы сами знаете где. Плодочка где в описании. Ну, и, естественно, подобные вот мамаши создают тот самый культ детей, который, который я в прошлом видео об этом рассказывал. Вот. Которые прибегают к каким-то особым японским методикам, ещё каким-то методикам прибегают, не знаю каким, которые глаголят, что детям до шести лет нельзя наказывать, нельзя, нельзя там... Типа, ему можно позволять всё, что угодно там даже, и даже несмотря на то, что там даже... Даже то, что простому обывателю может просто не понравиться. И которые, разумеется, скажут, извините, горожанка, что вообще здесь происходит такое? Почему ваш ребёнок тут делает? А эти, мамашка, говорят, нет, это ребёнок, он же ребёнок, он типа такой, поэтому пусть спягают, это вы тут ему мешаете. И что интересно, и этим обнаглевшим, разумеется, они оправдывают любую дичь, которую творит ребёнок, естественно. И неважно там, например, неважно там побил, там пожилых людей побил, или там, например, или на мусорю где-то там, или в супермаркете где-то раскидал вещи там, или вообще, что, ну, не буду говорить в этом плане ужасное, как, ну, живодёрство, то в результате, то в результате они это любят оправдывать. Это ребёнок, он невинный, ни в чём, и так далее. А потом в результате, и вот из-за таких вот подходов, это негативно сказывается и на воспитании, и на личность, что вообще из него может вырасти, и так далее. Вот. И иногда даже эти мамаши специально заводите, чтобы прикрыть им, во-первых, свои неудачи прикрыть, прикрыть, естественно, то, что именно, чтобы показать, что я такая крутая, типа, типа, и мне место без очереди, и так далее. Вот. Что, типа, что мне можно пройти, и так далее. Типа, потому что у меня же ребёнок. Во-первых, наличие личинуса не освобождает от таких фактов, как очереди и прочее, потому что, ладно там, например, если какой-нибудь там, например, дед, пенсионер там, ладно. Потому что пенсионер-то, он действительно, у него со здоровьем не очень. А эти ежематериане могут даже и на пенсионера не взглянуть, могут. Они просто, а ну пропусти, пожалуйста, вперёд. А ну пропусти вперёд. Типа, у меня ребёнок. Как бы не уважая вот это вот всё. Вот и в результате вот и получаются такие вот ежемамки. Вот. И они, естественно, всё оправдывают. Естественно, они хотят получать всегда халяву. Хотят получать, конечно же, на халяву пройти куда-то и так далее, чтобы специально, чтобы не платить. Потому что они сами-то много в своей жизни не заработали. Как пелось... Как пелось в этой самой песне. Денег мне детей ещё кормить, я не буду покупать. Хочу бесплатно получить. Ведь я же мать. И попробую держать. Я же мать. Я готова убивать, но я же мать. Мать, 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 вы должны меня понять. Я же мать, 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 свою мать. Дёнок иногда внезапно делает среньк-среньк. У меня есть все права, и ваше мнение это хрень. Если деточка захочет, ты обязан всё отдать. Ах, тебе, конечно, жалко. Бессердечная ты тварь. Вот такие вот случаются и казусы. Даже бывают некоторые ежематеря даже готовы на халяву на такси проехаться. И ради того, чтобы получить халявное такси, они даже готовы с таксистом устроить скандал и так далее. Апеллируют тем, что у меня ребёнок, у меня денег нет. И задается тогда вопрос логичный. А нахрена ты тогда вообще усел из такси ещё с ребёнком? Ещё апеллируешь, ещё на ребёнка всё давишь? На хрена? Задается вопрос. Если у тебя нет денег, и на хрена ты вызываешь тогда такси, если у тебя ещё и к тому же ребёнок? И на хрена ты вообще... Ну, радио тогда задается логичный вопрос. Чтобы апеллировать тем, что я типа такая жертва, что ли? Ну, согласитесь, это выглядит как детство. Самый настоящий инфантилизм и детство. Причём не в лучшем свете, а в худшем. То, что я называю, инфантилизмом. Вот это. Я типа жертва, типа вокруг меня все плохие, а я типа одна такая несчастная такая, с ребёнком. Вот. Других это никого не интересует. Это понятное дело, это логично. Вот так что такие случаются казусы. Какие случаются среди яжа матерей. Ну, а в целом, если вам видео понравилось, ставь лайк, делись этим видео. А так, всем вам с вами. Пока и удачи.